Данный материал содержит элементы рекламы. Счастье, хотя я считаю, что это неправильно, потому что работа должна приносить удовольствие, и вы должны с огромной радостью идти на работу и с такой же радостью возвращаться с работы домой. Но да ладно, это нюансы. По случаю того, что на этой неделе отмечался Всемирный день счастья, по этому случаю был представлен ежегодный рейтинг самых счастливых стран. Этот топ основан на данных глобальных опросов. Так, качество жизни людей в каждой стране оценивается по валовому внутреннему продукту на душу населения, по продолжительности жизни, щедрости, социальной поддержке, свободе, делать выбор самостоятельно и восприятию коррупции. Меня, честно говоря, удивил такой пункт, как щедрость. Я не ожидала его увидеть, но это приятно на самом деле. В этом году первое место в рейтинге вновь заняла Финляндия. Эта страна занимает первое место уже седьмой год подряд, что не менее удивительно для меня, как наличие щедрости в том списке. Подожди, если я не ошибаюсь, не в скандинавских ли странах довольно высокий уровень суицидности? Вот, я поэтому и удивилась. Тут вроде бы как довольно-таки противоречивая статистика получается. За ней следуют Дания, Исландия, Швеция и Израиль. Республика Молдова занимает 71 место из 43 стран. Соседняя Румыния занимает 32, что неплохо весьма. А Украина расположилась на 105 месте. Да, вообще тут действительно по некоторым критериям все довольно сложно, потому что даже в самых демократичных странах довольно часто людям дают выбор без возможности выбора. И то, насколько вы хорошо это понимаете или знаете эти механизмы, влияет на то, насколько вы это, в принципе, видите. Когда вы начинаете это видеть, вы понимаете, что выбора как такового, собственно, и немного. Поэтому тут тоже очень все относительно. Скорее, это внутреннее ощущение человека в том, что ему дают сделать свой выбор самостоятельно. Да. Как критерий. Да, можно было бы бесконечно на эту тему рассуждать, но остановимся на этом. Далее предлагаем вам познакомиться с информацией о сегодняшней дате, с чем она связана. 22 марта уже на календаре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Побила рекорд пребывания в космосе для женщин. Это 169 дней. Я, честно говоря, да, пожалуйста. Ты не можешь представить, как можно так долго находиться в космосе, да? Я могу представить, потому что я смотрела много документальных фильмов о космосе, много художественных фильмов. И всегда как-то хотелось это ощущение хотя бы приблизительно почувствовать, хотя в отсутствии невесомости это невозможно. Мне интересно другое. Как мог так долго находиться в космосе экипаж из двух мужчин и одной женщины? Очень интересно вот с психологической точки зрения, что в это время происходило в замкнутом пространстве. Еще и, ну, есть определенная, перед лицом женщины есть определенная конкуренция у мужиков. Зачастую срабатывает, мужики могут начать петушиться. Ну, а появление этого вопроса, в принципе, говорит о многих психологических моментах с твоей стороны. Ой, я тебе говорю, если ты начнешь копаться в психологических моментах с моей стороны, то копаться будешь очень-очень долго. Есть ни в чьих психологических моментах копаться помимо твоих. Вот и молодец, в своих копайся. Да. Ну, а мы прямо сейчас расскажем о том, с чем еще связана сегодняшняя дата. В 1895 году, 22 марта, в Париже состоялся первый в истории киносеанс. Братья Луи и Огюст Люмьеры показали узкому кругу друзей короткий фильм «Выход рабочих с завода Люмьер». Широкой публике это изобретение было продемонстрировано 28 декабря того же года в парижском кафе на бульваре Капуцинов. Зрители увидели первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Лас-Юта». Сегодня также отмечается Международный день таксиста. Именно в этот день, в 1907 году, на улицах Лондона появились первые автомобили, которые были оснащены специальными счетчиками. С того времени индивидуальный городской транспорт стали называть такси, а извозчиков – таксистами. Первые такси в Лондоне были зеленого и красного цветов. Желтый цвет машин появился благодаря основателю компании «Херц Корпорейшн» Джону Херцу. Американец, принимая старые автомобили в счет уплаты за новые, перекрашивал их в желтый цвет и использовал в качестве такси. Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов. Идея его проведения впервые прозвучала на конференции ООН по охране окружающей среды и развитию в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Вода – краеугольный камень жизни. В 20 веке использование воды увеличилось в 6 раз и более чем в 2 раза превышает темпы прироста населения. В развитых странах до 30% запасов пресной воды теряется из-за утечек, а в некоторых крупных городах потери могут достигать 70%. Но вода необходима не только, чтобы утолить жажду и помочь в сохранении жизни и здоровья. Водные ресурсы также имеют огромное значение во всех сверхэкономического, социального и человеческого развития. Я не припоминаю, чтобы мы рассказывали о представителе Евровидения от Албании. По-моему, в этом году еще не рассказывали. А может быть и было. Мне кажется, что нет. Но в целом представители Албании довольно часто выходят с классными песнями. Действительно, довольно часто вот этот балканский колорит становится каким-то таким... Очень интересно. И на удивление, они там очень все голосистые такие. У них с диапазонами хорошие. Голосистые, да. В общем, Бесса Кокедима из Албании представила официальный клип на конкурсную песню, которая называется «Титан». Вот с этой композицией она собирается покорить Евровидение. Давайте с клипом, с песней познакомимся. Особенно, если вы этого еще не делали. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Недавно прошедший ярдсейл в столице при входе в парк Пушкина настолько понравился, Кишиневцам, что они потребовали продолжения. Потребовали? Интересно, как это выглядело? Собрали митинг на центральной площади. Требуем продолжение банкета. Продолжение банкета, да. Обязательно найдется при этом и чем подкрепиться Будет музыка, танцы и атмосфера весны Что еще вас ожидает в ближайшие дни Об этом прямо сейчас расскажет наш коллега Ирина Славина Грандиозное событие в мире международного танца World of Dance Впервые пройдет в Молдове На чемпионате выступят лучшие танцоры со всех уголков земли И поборются за звание победителя Желающим принять участие необходимо подать заявку на сайте мероприятия Команды будут соревноваться в четырех категориях Лучшие коллективы выступят на финале World of Dance в Соединенных Штатах В Молдове событие пройдет 30 марта на Арена Кишинев Премьера юбилейного спектакля Кирилл Сафонов Обратный билет состоится 17 мая в театре оперы и балета На вопросе о жанре актер уклончиво отвечает Автобиографический стендакль На вопросы о содержании, о жизни и о себе Согласно замыслу должен получиться проект, сочетающий в себе самые яркие черты комедии и драмы Проводить промежуточные итоги актер собирается шутя Рассматривать знаковые для себя фрагменты собственной биографии Сквозь призму самоиронии Другими словами, стендап-стендакль Обратный билет – это не серьезный разговор о серьезных вещах И наоборот Опера травиата Джузеппе Верди прозвучит 24 марта в 5 часов вечера в театре Мария Бьешу Захватывающая, полная волнующих эмоций опера Исследует тему запретной любви, жертвенности и борьбы за счастье В этом впечатляющем спектакле, включающем знаменитые арии и дуэты Выступит ансамбль талантливых оперных артистов Которые покорят ваши сердца своими потрясающими голосами Травиата рассказывает тревожную историю женщины Которая борется с социальными убеждениями И жертвует собой ради любви Спектакль найдет отклик у каждого зрителя Написана пьеса по мотивам знаменитого романа «Дама с камелиями» Александра Дюма-сына На этой неделе мы успели увидеть практически все погодные явления И ветер, и дождь, и снег, и солнечную, даже теплую погоду в самом начале недели Не успели увидеть, как цветут цветы и растут ягоды Тогда был бы полный цикл с 12 месяцев за одну неделю Но ты все суетишься Да Пыкаешься все это увидеть в рамках одной недели Было бы неплохо И тем не менее, что ждет нас в плане погоды На выходных расскажет наша коллега Елена Кирка Март уверенно вступил в третью декаду И для этого периода температура соответствует нормам Характерным для нашей страны в климатическом и географическом плане Неделя началась с холодной погоды Местами прошли дожди и мокрый снег Такие природные явления в духе первого весеннего месяца Не случайно метеорологи и народный календарь Считают его одними из самых капризных периодов в году Как обычно, холоднее будет в северных районах До 11 градусов тепла днем и до минус 2 ночью Пасмурно В центре в дневное время суток Столбики термометра поднимутся до 13 градусов Ночью температура опустится до нуля Местами ожидаются небольшие дожди В южной части республики прогнозируется облачная с прояснениями погода Дневной максимум составит 15 градусов Ночью столбики термометра опустятся до плюс 3 А у меня на этом все Берегите себя и хороших выходных Многие из дам на 8 марта получили такие прекрасные цветы, как орхидея Но на самом деле, получив в подарок такой цветок Вы получаете огромное количество забот О необходимости заботиться об этом цветке И это не всегда просто на самом деле Да, и кстати, орхидея далеко не самый неприхотливый цветок И должен получать соответствующий этому королевскому цветку уровень заботы Что и как необходимо выполнять, если вы хотите, чтобы ваша орхидея чувствовала себя дома комфортно Об этом далее Необычные лепестки, яркие расцветки, изящные формы Красота орхидея безусловно подкупает Сегодня их стремятся завести даже те, кто не слишком разбирается в цветоводстве А между тем растение это довольно капризное Чуть что начинает чахнуть Основная причина, почему домашняя орхидея больше не растет, не цветет и не пахнет, неправильный уход А он прежде всего предусматривает регулярную пересадку раз в 2-3 года Хотя поводов порадовать растение внеплановым переездом тоже может быть несколько Во-первых, это истощение и разложение субстрата Со временем он теряет свои питательные вещества, становится слишком плотным и перекрывает доступ воздуха к корням растения Во-вторых, корешкам может стать слишком тесно в старом горшке, а значит и расти им будет некуда Ну и в-третьих, если цветок болел или подвергся нападению вредителей, своевременная пересадка может помочь ему восстановиться Начнем с осмотра корешков Скальпель, ножницы Рано, сестра Сначала нужно поставить диагноз Здесь мы видим, что корневая система подгнила сильно, да и корешки отваливаются Потому что грунт был очень влажным долгое время, и он замок И такие корни нам не нужны Да, такие корни мы сняли отрезали Этот внутренний корешок нужен Вот этот может быть живой, мы можем его очистить И он продолжит расти А вот так выглядит здоровая корневая система Она должна иметь светло-зеленый или серебристый окрас Держать форму при нажатии и полностью занимать емкость, в которой растет цветок Я смотрю, у вас это прозрачная пластиковая Глиняный горшок здесь не подойдет У него есть слабое место, корни к нему очень сильно присасываются И потом, когда мы ее пересаживаем, их сложно оторвать без травмирования корней В прозрачных проще всего смотреть на корни, на состояние корневой системы Размер горшка тоже имеет значение Он должен быть всего на полтора-два сантиметра больше корневой массы В слишком объемном цветок не сможет впитать всю влагу и корешки начнут гнить Важно подобрать и правильный субстрат, который обеспечит хороший дренаж И позволит растению дышать На корнях находится слой омерзевших клеток виламин И он работает как губка, то есть впитывает воду и задерживает ее около корня Поэтому просыхать они должны быстро после полива И мы используем для этого сосновую кору Весь кусочки разного размера, какие лучше, какие нужны? Это зависит от размера растения Вот для этого растения мы возьмем кусочки чуть поменьше, более мелкой фракции Потому что здесь будет больше удерживаться воды, а здесь меньше Это для крупных растений совсем мощная корневая система Если воздух в квартире слишком сухой, в кору можно замешать немного сфагнума Процентов 5, не больше Этого будет достаточно, чтобы удержать в субстрате необходимое количество влаги А эти корешки внутрь заправляем? Эти корешки, да, мы заправляем внутрь, ничего страшного Он поломался! Такое часто бывает Совсем поломался, что с ним теперь делать? Вот с ним ничего страшного в этом нет Мы даже часто корешки немножечко подламываем, чтобы уместить их в горшок Корешок сломанный зарастет, либо в месте слома даст еще одно ответвление, новый корешок Мы сейчас сделали пикировку Да Но есть ошибки, которые орхидей не прощает Например, заглубление корневой шейки Того места, которое больше всего нуждается в доступе к свету и кислороду Даже в природе эти цветы обычно растут на поверхности, цепляясь корнями за кору деревьев В противном случае гниют Поливаем? Пока нет У нас есть там огнившие корешки, которые должны подсохнуть и зажить Поэтому польем мы его где-то дней через пять А потом, как часто поливать? Как раз в прозрачном горшке мы можем видеть корни Когда они станут белыми, такими серебристыми Да, вот такого цвета мы можем уже поливать Причем фильтрованной водой Жесткую и хлорированную орхидеи не жалуют Все потому, что входящий в ее состав соли Препятствует полноценному питанию корневой системы К слову, о питании Если у них здесь кора, поливаемая водой Откуда питательные вещества? Питательные вещества из удобрений С каждым поливом добавляем необходимые микро- и макроэлементы Макроэлементы – это азот, фосфор, калий Ну и микроэлементы – это цинк, бор, марганец, медь Коктейль То, что нужно любому растению Хотя к условиям содержания у орхидеи все же требования особые Так, например, цветку требуется достаточно высокая влажность воздуха До 80%, а наиболее комфортная температура начинается от 23 градусов Что касается освещения, цветок не терпит прямых солнечных лучей Так что на подоконнике с южной стороны его лучше не ставить Однако в зимний период нужно досветить до 10-12 часов Обычной светодиодной лампы полного спектра будет достаточно Данный материал содержит элементы рекламы Психолог Томас Гелович из Корнельского университета И вместе со своими коллегами опросили участников эксперимента Какие покупки они делали в последнее время Какие чувства были с этим связаны При этом они могли называть предметы и события По результатам опроса впечатления от танцевальных курсов, путешествий или концертов Давали участникам больше шанса, чем материальные приобретения Хотя тут стоит отметить, что люди все базово разные Меня, например, вот иногда у меня поездка может быть незавершенной И не принести мне столько радости, если я не куплю себе какую-нибудь ерундовину за 10 евро Есть такое дело, привезти с собой какой-то еще трофейчик, да? Какую-то ракушечку, которую нашел на берегу Нет Красивую может быть Поехать, вот, знаешь, поставить галочку в графе шоппинг И пусть это будет даже какая-то самая маленькая мелочь А может быть это характеризует тебя как шопоголика с другой стороны? Может быть и да С другой стороны, я люблю вещи Вот есть люди, которые не любят вещи Причем я не говорю про шмот, да, про одежду Я говорю про вообще все, что угодно, да Это могут быть красивые кружки, это могут быть красивые рюкзаки Все, что угодно Это могут быть машины, техника Вот это меня, например, это очень радует Я человек не аскетичный Я люблю коллекционировать какие-то штуки Я в этом случае, наверное, все-таки противоположность Я больше радуюсь каким-то впечатлением, каким-то событием И каким-то приобретением к трате денег, которое потом поможет мне заработать еще больше денег Вот такой еще подход Это тоже, кстати, очень прикольная и воодушевляющая штука Вот, допустим, ты занимаешься же дикторством, правильно? Вот купила себе новый профессиональный микрофон Да, и ты понимаешь, что благодаря какой-то новой технике ты можешь заработать еще больше денег И это ведь тоже приятно А потом позволить себе еще микрофон покруче, поинтереснее В общем, как-то так Так работаешь ради того, чтобы купить себе новый микрофон? Нет, для того, чтобы с помощью микрофона улучшать возможное звучание и качество работы В общем, как-то так это у нас работает Как это работает у вас? Ну, может быть, это повод разобраться где-то даже немножечко в себе Да, ну и что нас с вами ожидает сегодня? Кто-то будет какие-то, вот как я, меркантильные вещи покупать какие-то Или все-таки радоваться новым впечатлениям? Об этом в астрологическом прогнозе на сегодняшний день Овен Любые важные вопросы стоит обсуждать в начале дня Именно в это время вам будет проще найти общий язык с самыми разными людьми Найти нужные слова и убедительные аргументы Будет шанс восстановить старые связи Не исключено, что давние союзники предложат вам что-то интересное Телец Едва ли удастся избежать трудностей Особенно высокой будет их вероятность в начале дня Однако вы быстро найдете способы решить все проблемы Многим тельцам в этом поможет опыт, полученный давным-давно Близнецы Действуйте решительно У вас будет шанс добиться настоящего прорыва в делах День подойдет для начала работы над новыми проектами Вам не потребуется много времени, чтобы одержать первые победы И найти надежных союзников и помощников Рак Не упустите шанс научиться новому или раньше других получить какую-то ценную информацию Умение многое схватывать на лету и быстро делать правильные выводы Поможет вам определить конкурентов, обезоружить недоброжелателей Удастся укрепить деловые отношения Лев Вы добьетесь заметных успехов, если сосредоточитесь на делах с самого утра Не станете откладывать решения важных вопросов Первая половина дня подойдет и для обсуждения рабочих вопросов И для заключения сделок, и для участия в каких-то профессиональных мероприятиях Дева Начните день с решения финансовых вопросов Во всем, что касается денег, стоит положиться на интуицию Благодаря ее подсказкам вы сможете сделать удачные покупки Заключить выгодные сделки У дев, стремящихся к карьерному росту, будет шанс показать, на что они способны Весы Не требуйте слишком многого от окружающих Возможно, в начале дня они не смогут оценить ваши отличные идеи Или не захотят откликнуться на предложение Очень скоро ситуация изменится Сам вы получите поддержку даже от тех, кто раньше почти не обращал на вас внимания Скорпион Начало дня будет особенно благоприятным для общения Даже самые серьезные вопросы можно обсуждать в непринужденной обстановке Так вам гораздо быстрее удастся найти решение, которое понравится всем Вероятны в это время и хорошие новости Стрелец Что бы ни происходило вокруг, вы не утратите самообладание Не растеряйтесь и будете действовать правильно Умение в любой суете принимать взвешенные решения поможет многим стрельцам одержать победу над давними соперниками Обезоружить недоброжелателей Козерог Откроются новые возможности в деловой сфере И тут важно будет не растеряться Вовремя начать действовать Прислушивайтесь к интуиции Она обязательно подскажет, что и когда именно нужно предпринять Водолей День отлично подойдет для того, чтобы взяться за какое-то новое дело У вас будет шанс быстро добиться в нем успеха Особенно хорошо вы справитесь с задачами, требующими творческого подхода и нестандартных решений Рыбы Довольно трудно окажется не горячиться и сохранять самообладание Многим рыбам присуща будет вспыльчивость, которая удивит их самих Не стоит вести серьезные разговоры в начале дня Или планировать важные встречи на это время Памперс 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 Наши дорогие горячие любимые Сегодня мы поговорим о том, как подготовиться к детскому саду И родителям, и как детей подготовить И деткам в том числе, конечно Да, как детей подготовить к этому периоду В гостях у нас магистр психологии Стэла Шатова Доброе утро Доброе утро Я хочу отметить, что этот период, он для ребенка, как следующая стадия развития для ребенка, это очень важный период И к нему нужно подготовиться Ребенок же не знает, что его там ждет А неизвестность, как мы знаем, страшит не только нас, взрослых, но и детей точно так же, они испытывают стресс по этому поводу В каком возрасте оптимально отправлять ребенка в детский сад? Потому что вариантов... Конечно Что-то говорит, вообще не отправлять Да Ну, я думаю, что все зависит от той стратегии, которую выбирают родители Для кого-то, да, может быть, подходит не отправлять детей в сад Кому-то нужно очень рано детей отправлять в сад Так, нет, 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 Стэл, так не пойдет, вы должны дать четкую цифру Я вот только собиралась, ну, при люде, а потом само действие Специалисты советуют, говорят, что самый оптимальный возраст для социализации, для адаптации к детскому саду Это 2-3 года, вот в этот период Конечно, все индивидуально, кто-то в 2 года уже активен и полностью социализирован для этого А кто-то в 3 только начинает первые шаги проявлять, свои первые шаги в социуме и взаимодействовать с ним Но оптимальный возраст, да, 2-3 года Хорошо, давайте тогда отдельно мы разделим, вынесем отдельно детские страхи перед подходом и что с этим делать И родительские, давайте начнем, наверное, с детских Чего боится ребенок перед тем, как он пойдет? Неизвестности Да, ну, ребенок с этим встречается непосредственно уже, когда он пошел Потому что, в первую очередь, это родители сначала волнуются, переживают, а как это все будет И хочется вот от дача до свое, и чтобы все сразу было хорошо Но так редко бывает, надо сказать Хотя есть примеры, когда дети очень быстро и сразу же адаптируются Ребенок не знает, с чем он встретится в детском саду, как я уже сказала И ему предстоит разделение на долгий период с родителями Это, наверное, один из самых больших стрессов, больших факторов, которые влияют на состояние ребенка Как ребенка подготовить? Как ребенка подготовить? Начать заблаговременно Ну, хотя бы за два, ну, за три месяца было бы еще желательнее Что значит подготовить? В первую очередь, ребенок уже должен быть хоть как-то социализирован То есть он уже должен к тому времени, ну, предполагается, что так и происходит Нормальное развитие ребенка двух-трехлетнему возрасту Иметь опыт общения с такими же, как и он, с другими детьми Обязательно опыт какой-то в разделении игрушек, в каком-то совместном действии То, что, в общем-то, родителям важно озаботиться и подготовить ребенка немножко раньше Водить его в какие-то, ну, даже с друзьями встречаться, у кого есть дети, чтобы дети общались И к этому возрасту уже ребенок может как-то обслужить себя сам Поднести ложку к рту, чтобы поесть, надеть элементарно какие-то вещи простые Если ребенок этого не умеет, то родителям нужно озадачиться тем, чтобы хоть как-то его обучить Элементарным, простейшим каким-то навыкам Очень важную роль играет распорядок дня, который необходимо с ребенком перед детским садом Как бы порепетировать, чтобы он был примерно такой, как в детском саду Ну, имеется в виду подъем, обеденный сон, просписание питания и, конечно, вовремя ложиться спать Это такие простые очень навыки, которые необходимо прививать ребенку до детского сада Я помню, в свое время я в детском саду так сопротивлялся этому дневному сну И как же его не хватает во взрослом возрасте? Кстати, если вдруг с ребенком возникает такая ситуация, что он по какой-то причине не может, не хочет, саботирует сон обеденный То здесь важно поговорить с воспитателями То есть найти оптимальное какое-то решение для того, чтобы воспитатели, может быть, подсказали Как лучше помочь ребенку спать вместе со всеми Или хотя бы просто в тишине проводить это время Потому что многие дети к 3 годам уже могут не спать в обед Либо спать не то время, которое выделяется для сна Поэтому тут важно с воспитателями быть в коалиции вместе и решать этот вопрос Как родителям психологически подготовиться? Потому что к 2-3 годам, особенно мама, она буквально срастается с ребенком Как к этому процессу подойти? Ты про отпустить? Да Если маме очень сложно отпустить своего ребенка Я бы предложила маме поработать с психологом Потому что маме очень важно понимать, что отпуская своего ребенка в детский сад Она просто отделяет его от себя И как же она будет без ребенка? Она дает возможность ребенку развиваться и расти дальше Ребенку необходимо быть в социальной среде Там, где он среди себе подобных проявляет свои силы Проявляет свои возможности, находит их Пробует свою уверенность То есть все те качества, которые ему очень нужны будут во взрослой жизни Поэтому маме я бы посоветовала таким мамам Но это вообще касается всех А таким мамам особенно Не делать долгих прощаний, когда они ребенка приводят в детский сад Потому что это нехорошо и для ребенка, и нехорошо для мамы Еще такой маме я бы посоветовала Придумать с ребенком некий ритуал прощания Когда это знак, что все, мы расстаемся на какое-то время Это не навсегда ты будешь заниматься своими интересными делами А я своими И потом мы с тобой встретимся То есть такие простые шаги, которые важно делать Для того, чтобы ребенок двигался дальше Есть еще одна причина, по которой родители часто не хотят отдавать детей в детский сад Это ему плохому научат Он от детей какие-то матные слова принесет домой и так далее и тому подобное Это тоже часто влияет на принятие решений родителями Как с этим быть? Важно понимать, что ребенка невозможно изолировать от реальной жизни И ребенок в 2-3 года – это такой возраст, когда ребенок как губка впитывает все, с чем он встречается И, конечно, могут быть и плохие слова, которые ребенок где-то услышал Которые кто-то принес в детский сад Но и сам ребенок может услышать какое-то невзначай оброненное слово родителям И тоже его принести для других детей То есть это цепная реакция, этого не следует бояться Просто важно понимать, что ребенок может плохому, как вы говорите, научиться и словить везде Поэтому важно, какая атмосфера в семье происходит Чему, какие ценности прививаются ребенку И, наверное, на это сделать основной акцент внимания Вот тут, если можно, я вставлю ремарочку Своего брата учил материться я Это необходимый навык иногда бывает в жизни Лучше он пусть дома это услышит, да? Нет, просто я ему объяснил, что мат для связки слов – это непозволительно Если ты хочешь подчеркнуть в случае необходимости какой-то момент или эмоцию То тогда ты используешь И то только в том случае, если ты не можешь обойти Или если это слово подчеркнет как ни одно другое Сочность добавит, да? Да, добавит определенной пикантности В этом случае, окей, можно И сейчас он практически не матерится, по крайней мере, при мне Я очень редко слышу какое-то бранное слово И я считаю, что в этом он молодец И где-то, да, это моя заслуга Но это про ценности, опять же Как вести себя, как говорить, что использовать, какие слова Потому что я думаю, что редко можно встретить родителей, которые бы не имели такого опыта Когда вдруг они услышали от своего чада какое-то непотребное слово Да, люди, падающие в обморок от любого бранного слова, меня немножко пугают и настораживают Так, хорошо, какие еще стрессы могут быть у родителей Вот в момент, когда они передают своего ребенка в детский сад? У родителей может быть определенное недоверие к воспитателю, например Потому что какая-то чужая тетя что-то будет делать с его ребенком И в принципе это объяснимо Это объяснимо В этом случае рекомендуется познакомиться, поговорить с этой самой тетей Не в тот момент, когда ребенок плачет и не хочет уходить, не хочет идти в сад Потому что для ребенка это неизвестность А немножко заранее, чтобы понять, какие могут быть рычаги взаимного взаимодействия между родителем и воспитателем И понимать, что основное воспитание ребенок все равно получает дома И позволить другому человеку просто сопроводить ребенка во время вот такой важной стадии жизни, как социализация Вы упомянули еще такой момент, что в какой-то момент ребенок может не захотеть идти в детский сад Вот что делать с ребенком, если, допустим, через полгода вдруг у него срабатывает этот стопор И он говорит, я не хочу в садик Всегда есть какая-то причина То есть ребенок мог даже испугаться чего-то или не справиться с какой-то ситуацией И родителям важно говорить со своим ребенком Несмотря на то, что он такой маленький, в таком возрасте Важно говорить, важно давать поддержку Важно понимать, что послужило причиной вот такого вдруг нежелания И если это какие-то страхи, то помогать ребенку справляться с этим Говорить о том, поддерживать его во всех делах, которые у ребенка получаются дома Пусть это будут простые дела, там надел носочек, молодец То есть поддерживать, давать ему такое понимание, что он может справиться с любыми ситуациями Но в первую очередь, конечно, разговаривать и понимать, говорить с воспитателем Что послужило причиной, всегда будет причина какая-то Если это, конечно, не просто хочу посидеть, поиграть в телефоне, в гаджеты И поэтому в садик не хочу Родители должны оставаться последовательными в этом Ситуации на самом деле бывают самые разные Бывает так, что ребенок приходит домой с одной версией случившегося Воспитатель выдает совершенно другую версию На чью сторону здесь все-таки должен стать родитель И как вести себя в такой конфликтной ситуации, которая является причином отказа ребенка От того, чтобы ходить в сад Конечно, важно давать ребенку своему поддержку всегда Но вместе с тем важно разбираться Если ребенок неправ, то здесь важно учить его ответственности То есть отвечать за свои поступки Это может быть извинение, если он кого-то обидел словом Или если он сломал чью-то игрушку, значит что-то тоже с этим делать То есть так родитель, в общем-то, прививает те же ценности, о которых я говорила Которые важны для ребенка в последующем Но поддержать своего ребенка важно всегда Всегда можно сказать, я люблю тебя, я на твоей стороне, но давай разберемся Это важно В общем, резюмируя беседу, заранее готовить ребенка, заранее готовить себя И далее обсуждать любые проблемы, которые могут возникать по пути Так и есть Вам большое спасибо, как фигда И продолжаем нашу утро Данные материалы содержат элементы рекламы Данный материал содержат элементы рекламы В середине прошлого века в Соединенные Штаты попали щенки Акитаину Всему миру эта японская порода знакома по истории верного пса Хатика Да, если вы еще не смотрели этот фильм и хотите порыдать Причем так, чтобы вся душа вывернулась и вытекла То тогда смотрите это кино с удовольствием При всем при этом американцы решили сделать Акит немножечко чуть-чуть более мускулистыми, чуть-чуть более крепкими И эксперимент селекционеров удался Американская Акита получилась крупнее японской в целых полтора раза О других особенностях этой довольно молодой породы расскажем прямо сейчас Дети мои дети! Где были мои дети? Где были наши дети? Где гуляли наши дети? Американские Акиты у Ирины и правда как дети Изюм у них первенец, а плюшевая Эйя появилась в семье не так давно И хотя кровно собаки не родственники, все равно ведут себя как брат с сестрой Вместе едят, гуляют и конечно шкодят Они берут маленькие мячики, вот эти вот попрыгунчики Забрасывают, причем и она, и он так делает И заставляют, чтобы доставались под диван И они целенаправленно это делают Не то, что случайно закатился, нет, подходит, вот нос отпихает и все Американские Акиты вообще считаются очень смышлеными По шкале от 1 до 5 их умственные способности оценивают на твердую четверку Породу вывели американцы, скрестив японскую Акито-ину С признанным интеллектуалом в мире кинологии немецкой овчаркой Также прилили и кровь мастифов, чтобы их собаки были более массивными В общем порода получилась достаточно серьезной Не всякому новичку с ней под силу справиться Собака пятой группы, она всегда считалась сложное воспитание В связи своего характера, ну, упертости, наверное, так сказать И самобытной, и самодостаточной собаки Она и охотник, и охранник, и компаньон И поэтому они такие умные У них интеллект очень хорошо развит Поэтому их надо воспитывать практически с младенчества А киты, что японские, что американские, очень любят доминировать Им надо постоянно показывать, кто в семье, так сказать, вожак Только тогда собака будет слушаться Иначе пес вырастет неуправляемым А в случае с такой крупной породой Кобели весят около 60 килограммов Это может быть и опасно А киты в прошлом охотники и бойцы Помогали загонять медведей и участвовали в собачьих боях Так что многим из них свойственна зооагрессия Это кобель американской акиты С поводка его в местности, где могут попасться другие собаки, кошки Или другие животные Я его не отпускаю, потому что он сможет напасть как охотник То есть проявить такой свой дар, так сказать Впрочем, это не значит, что акиту нельзя заводить, если в доме есть и другие питомцы Если щенок будет расти с ними, он будет воспринимать их как своих Оберегать, если понадобится Акиты ведь очень трепетно относятся ко всем членам своей семьи Это невероятно преданные собаки Одни из лучших защитников и компаньонов Они плохо переносят разлуку с хозяином Поэтому тем, кто, например, вынужден часто уезжать по работе Такую породу лучше не заводить Я занимаюсь еще передержкой, да, ко мне бывает привозят разных пород И акитуину, и американскую акиту Бывает такое, что когда они действительно скучают по своему хозяину Они могут день-два отказываться от еды Кому еще не подойдет порода, так это малоактивным людям Акиты не шебутные, но сильные и выносливые Поэтому прогулки им нужны достаточно длительные Кто-то ходит с ними в походы, другие берут с собой на велопрогулку Один у Натальи еще щенок, ему около полугода В этом возрасте ему нельзя особо прыгать и скакать Это вредно для суставов Поэтому с ним пока просто гуляют в местном парке Парой-тройки часов в день ему обычно хватает, чтобы выплеснуть свою энергию и не шалить дома Дома это собака, не знаю, собака-кошка Кота-пес, как я его зову Потому что дома его не видно, его не слышно А еще, кстати, плюс у акиты, это то, что он не лает Просто так он лаять не будет, то есть он очень-очень тихий Что касается ухода за шерстью, то пару раз в году повозиться с акитой, конечно, придется Линяют они обильно Но зато от них практически нет специфического запаха И их не надо часто купать Акиты и так стараются не пачкаться Наталья говорит, ее Один старательно обходит все лужи А команду лежать никогда не выполняет на улице, если земля мокрая Лежать? Лежать Лежать Не ляжет Никогда не ляжет, потому что грязно Чистюля Так, ну и последний момент Здоровье американских акит считается, что у этих собак крепкий иммунитет Продолжительность жизни 10-14 лет Довольно много для крупной породы Но важно не спровоцировать развитие каких-то заболеваний Например, акиты склонны к пищевым аллергиям Надо следить за питанием Из-за возможных проблем с опорно-двигательным аппаратом Как уже говорили, не перегружать щенков физически Также необходимо подчеркнуть такие заболевания, как заболевания глаз В первую очередь это энтропия и эктропион глаз Или по-другому называют заворот или выворот век Происходит при завороте век механическое повреждение глазного яблока То есть проводят блефаропластику Настало время подводить итоги Давайте перечислим основные достоинства и недостатки породы американская акита Минусы – склонны доминировать Некоторые проявляют зооагрессию к другим животным Обильно линяют Плюсы – высокий интеллект Хорошее здоровье Отличные охранные качества Причем американских акит можно и не учить охране У них это в крови Изюм и эйя, например, когда видят на улице незнакомцев Сразу выходят вперед, как бы закрывая хозяев Так что хоть Ирина с мужем и называют своих собак детьми Но они уже вполне справляются с ролью защитников Певец Валерий Леонтьев объявил о завершении концертной деятельности Народный артист России на этой неделе отметил 75-летний юбилей Ну и далее его цитата Жанр, на который я положил полвека не терпит дряхлости Я сделал в 2019 году на свое 70-летие шоу в Москве, в Кремле В Питере в Октябрьском И ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах Без соплей и без слез Вот так вот артист объяснил свое решение Да, я на самом деле помню у довольно большого количества артистов Прощальное турне, которое повторялось еще несколько раз И такое случалось И тут, а в чем тогда прощальность этого турне? Так что молодец, молодец, что всего этого не сделал Вызывает восхищение С другой стороны, мы уже знаем, что практика такая, что завершил, а потом вернулся Существует? Где гарантии, что он не сделает так же? У меня есть история, связанная с Леонтьевым Во времена моей работы на радио Вот была эта песня «Между нами память и туман, ты как во сне» А он настолько быстро это все пропевал Что я никак не мог понять, что такое «Между нами память и туман ты» Что такое туман ты? Ну, это примерно как у Валерия Леонтьева «Сто шагов назад», если быстро это проговаривать У Меладзе У Меладзе, да, да Как ни крути К слову, день рождения Леонтьев, проживающий в последнее время в Америке Отпраздновал все-таки в Москве Певец искренне поблагодарил поклонников за поддержку и добрые слова Прославился он в 1983 году Именно песня «Полет на дельтаплане» Певец стал одним из первых, кто использовал балет на советской сцене И современные визуальные эффекты Записал более 30 альбомов, многие из которых разошлись миллионными тиражами Вот так вот И, кстати, он выступал в верхней одежде и сетке Еще до того, как это стало мейнстримом И многие артисты зашли не в ту дверь Ну, есть еще такая история, что часто наши родители говорят В наше время такого не было Я вам скажу, что в ваше время было и поинтереснее Когда Леонтьев в особенных нарядах пел особенные песни на концертах Да, как вот в этот момент просто не взять и не посмотреть, не послушать Какой-нибудь клип на песню Валерия Леонтьева А время тикает, тикает, тикает И жизнь летит, обгоняя года А мы все прыгаем, прыгаем, прыгаем И все несемся, не зная куда Дорогой длинной, длинной, длинной По кругу водит злодейка судьба Пол жизни маемся, потом влюбляемся Но лучше поздно, чем никогда Пол жизни маемся, потом влюбляемся Но лучше поздно, чем никогда На крыльях счастливой любви Летаем, летаем, летаем И сердце вкочь-вкочь, как в первую ночь Уносит, уносит на крыльях любви На крыльях счастливой любви Летаем, 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 не знаем Безоблачные дни, пока мы летим На крыльях счастливой любви Безоблачные дни, пока мы летим На крыльях счастливой любви А шарик вертится, вертится, вертится И все труднее угнаться за ним Но очень верится, верится, верится Что мы до солнца еще долетим Когда все сбудется, сбудется, сбудется И соберутся друзья за столом Шарманка крутится, сильнее любится А не полюбится, переживем Шарманка крутится, сильнее любится А не полюбится, переживём На крыльях счастливой любви Летаем, летаем, летаем И сердце дождь, как первую ночь Уносит, уносит на крыльях любви На крыльях счастливой любви Летаем, летаем, не знаем Безоблачные дни, пока мы летим На крыльях счастливой любви Безоблачные дни, пока мы летим На крыльях счастливой любви На крыльях счастливой любви На крыльях счастливой любви На крыльях счастливой любви Ее называют любимой актрисой Тима Бертона. Известность к ней пришла после того, как она исполнила роль обезьяны в одном из его фильмов. Хелена Боннам Картера, английская актриса, лауреат кинопремии BAFTA и международной премии Эмми, трехкратная обладательница премии Гильдии киноактеров США. И именно о ней сегодня наш рассказ. Может сложиться ощущение, что в актрисе Хелени Боннам Картер сосредоточено все антиголливудское. Ни пластической хирургии, ни фальшивой улыбки, ни прически, как у Барби. Она даже моду игнорирует, одеваясь, как городская дама с причудами. Но мир сходит от нее с ума, и каждый фильм с ней собирает огромную кассу. Кто из вас съел короневский торт? В чем же секрет этой загадочной брюнетки и какой счастливый случай сделал ее вечной героиней страшных сказок и главной ведьмой Голливуда? Мне было пять, когда у мамы умер отец, и она не смогла принять его смерть. Не смогла справиться с ней. Это была всепоглощающая скорбь. Скорбь, остановившая ее жизнь. И нашу. Жизнь нашей семьи тоже. Я до сих пор помню, как мама недвижимо пролежала в постели несколько месяцев. Трудно представить, каково это, ребенком наблюдать настолько глубокую депрессию родителя. Она сама нуждалась в заботе и ласке, а вместо этого научилась приносить маме горячий ужин, воду, лекарства и развлекать ее песнями и чтением стихов наизусть. Это были тщетные попытки вызвать хотя бы улыбку мамы. Вы скажете, что плохого в том, что ребенок приучен к неравнодушию? Только ведь она словно поменялась с мамой местами, навсегда лишившись безмятежности детства. Мама болела три долгих года. Ее спас психотерапевт, который порекомендовал ей особую методику. И постепенно она начала возвращаться к жизни. Но мое беспокойство на ее счет так никогда и не прошло. Это моя травма. Я иду с ней по жизни. Хелине Боном Картер уже 12. Это робкая нервная девочка, которая больше всего на свете любит погружаться в сказочные книги. Так она привыкла отвлекаться от горести жизни. Ее мама наконец пришла в себя. В доме снова стал слышен смех. Только, увы, судьба заготовила для этой семьи тяжелую долю. И снова внезапный удар. На этот раз мишенью стал отец. Во время операции у него случается обширный инсульт. И домой он возвращается другим человеком. Почти полностью парализованным и потерявшим зрение. Я ощутила себя еще более беспомощной. Мама только поправилась, и вдруг отец. Я почувствовала, что должна повзрослеть немедленно. Научиться жить сама. Зарабатывать и заботиться о родителях. Они были слишком хрупкими. И как же может повзрослеть 12-летняя девочка, которая привыкла отвлекаться от печалей голливудскими мюзиклами и британскими костюмными драмами? Как она может начать зарабатывать? Хелена решает стать актрисой. Она слышала от подружек в школе, что детям за съемки и спектакли неплохо платят. Правда удивительно. Итальянцы такие добрые, такие милые, и в то же время такие жестокие. Когда мама с папой в ужасе поняли, что дочь не планирует поступать в Кембридж, было уже поздно. 19 лет и первая серьезная роль Хелены – комната с видом. Вот так и сложилось, что девушка рано обрела славу королевы так называемых корсетных фильмов, костюмированных исторических мелодрам. Только в этом не было ни капли карьеризма, только желание спрятаться от ужаса реальности. Отсюда ее легкая отрешенность на экране. Сейчас оглядываюсь назад и понимаю, что тогда я просто нашла способ максимальное количество времени проводить, притворяясь кем-то другим. Моя жизнь была слишком невыносима. После болезни отца дома постоянно ощущалось отчаяние. Это безумно давило на психику. При этом я не могла отселиться от родителей. Хелена снималась в кино, становилась известной, номинировалась на Оскары, но все как во сне. До 30 с лишним лет она жила с мамой и папой, заботясь о них финансово, не чувствуя морального права бросить их, словно они дети. И как часто бывает в жизни при таких обстоятельствах, о собственных любовных отношениях не было и речи. Она становилась старой девой, и эта боль подлинного одиночества и замкнутости скрывалась за ее таинственной улыбкой и странными, теперь уже голливудскими ролями. Каждый год, как удар маятника, она не молодела и тихо углублялась в депрессию. Прямо как ее мать. Но судьба редко оставляет человека без шанса на счастье вовсе. Хелене Боннем Картера было 35. Она уже стала смиряться с тем, что бывают люди обреченные на одиночество. Шел обычный рабочий день. И Хелена пришла на очередной кастинг. Кто позволил тебе швырять в людей камни? Мой папа. Да, это он зря. Очень зря. Передай ему от меня эти слова. Кого-то бы обидела или удивила, а она растрогалась до слез и с восторгом погрузилась в роль. Тим и Хелена нашли друг друга. Режиссер словно разгадал тайну актрисы, подобрал к ней ключ. Ведь больше всего на свете девушка любила перевоплощаться до неузнаваемости. Привычка детства. Так она пряталась от суровой реальности. Так сложился один из самых безумных и ярких союзов в Голливуде. Начался роман. И последовала череда совместных фильмов. «Алиса в стране чудес», «Крупная рыба», «Чарли и шоколадная фабрика», «Мрачные тени», «Суинни тот». Всегда грим. Всегда костюмы. Всегда мрачная сказка и полное преображение. Барнабас, вы знаете о принципе конфиденциальности в отношениях врача и пациента? Нет. Может, вы будете столь добры и просветите меня? Хорошо. Но главное, что в Тиме, так похожем на ее отца, Хелена нашла и друга, и партнера, и любовь. И, наверное, сегодня, провожая в школу их двух сыновей, рожденных накануне 40-летия, актриса задумывается о том, как резко даже в самую безнадежную жизнь может вторгнуться его величество счастливый случай и, изменив все, принести простое человеческое счастье. А на этом мы будем с вами прощаться и желать вам прекрасного дня. И чудесных выходных, которые вот-вот наступят. Проведите их в удовольствие. До встречи в понедельник. Как всегда, увидимся в это же самое время. Это утро. Я уже спешу попрощаться. Дмитрий Спиваков. Ты просто хочешь, чтобы у тебя пораньше начались выходные. Да, это правда. Так, ну давай еще раз. Давай. Дмитрий Спиваков. И Стелла Аксонова. Спасибо вам за то, что провели с нами эту неделю. До встречи. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова